Коллеги, рядом со мной Анна Сарачинская, общественный совет по проблеме подросткового курения. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, у вас будет сессия, и на нее обязательно всем нужно приходить, потому что очень интересная тема. Давайте немножечко о проблемах, о темах, которые будете освещать. Да, скоро будет сессия, посвященная нелегальному рынку табачной продукции, и я тоже буду в ней участвовать, поскольку наша организация очень серьезно обеспокоена ростом рынка нелегальной табачной продукции, которая делает сигареты доступной для несовершеннолетних. Нелегальные сигареты продаются по низким ценам, очень часто с открытой выкладкой, и, что самое важное, продавцы такой продукции, как правило, не соблюдают законодательный запрет на продажу сигарет несовершеннолетним и продают эту продукцию всем без учета возраста, естественно, не спрашивают документ, подтверждающий совершеннолетие, и тем самым вот этот нелегальный рынок табачной продукции делает сигареты серьезно доступнее, чем легальная продукция для несовершеннолетних. Поэтому эта тема лично меня волнует, и меня как руководителя организации, и я очень надеюсь, что сегодня будут выработаны решения, дополнения к тому, что уже делаются, к тем мерам, которые уже предпринимаются, будут какие-то новые кейсы, новые решения, и мы совместными усилиями, вместе с бизнесом, с государственными органами, с общественниками сможем как-то эту проблему сдвинуть с места. Да, мы до камеры еще пообщались, делаются какие-то, повышаются штрафы за продажу и так далее, но все родители обеспокоены в том, что дети начинают курить, потому что стелс-режим в электронных сигаретах вообще делает, возможно, практически все, потому что по запаху непонятно и так далее. Вы говорили, что идут какие-то работы по ужесточению этого, а какие? Ну, во-первых, очень здорово, что не так давно появился федеральный запрет на продажу всех электронных систем доставки никотина несовершеннолетним. Не так давно ребенок мог прийти в магазин, и ему отказывали в продаже сигарет, но при этом он мог приобрести электронные сигареты, вейпы, любые системы доставки никотина. Слава богу, сейчас этот запрет появился, но, к сожалению, пока мы не видим его стопроцентного соблюдения. Плюс ко всему, очень сильно увеличились штрафы практически в 8 раз за продажу и сигарет, и электронных систем доставки никотина подросткам. Но пока эта мера, как мне кажется, сработала слабо, поскольку, наверное, нужно отрабатывать механизм контроля. Он сейчас недостаточен за соблюдением вот этого запрета. И когда этот механизм заработает, наверное, тогда мы сдвинемся с места. Спасибо вам за вашу работу. Все родители скажут вам за это спасибо и удачи вам на сессии. Спасибо большое. Спасибо большое. Вам тоже удачи. До свидания.